Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами будем говорить о западноевропейском влиянии при русском дворе в 15-17 веках. Я прошу у вас прощения, потому что мы в интернете заявили другую тему, которую хотели сделать изначально и не успели поменять. Мы объявили там посольские дары. Мы с вами сегодня тоже будем говорить о посольских дарах. Но надо сказать, что тема западноевропейского влияния она очень широка. Мы сегодня, конечно, обо всем не сможем поговорить. В частности, итальянские архитекторы, которые работали в московском Кремле, это отдельная тема. И, собственно говоря, военные специалисты, которые служили в русской армии в ту эпоху, это тоже тема отдельная. Начнем мы с общего представления об иностранцах в России. Надо сказать, что в силу религиозных разногласий оно было не очень благоприятным, потому что в сценах страшного суда традиционно показывались иностранцы, которые идут в ад. Тут показывались и восточные люди. Они изображались в халатах и тюрбанах. И тут изображались иноземцы. Вы видите здесь фрески из Софийского собора в Вологде и из Спасской церкви Ростова-Великого, где как раз представлены такие сцены. Причем европейцы здесь показаны в одеждах, характерных для XVI века. У них кружевные воротники, короткие штаны, обтягивающие чулки. И в таком же виде иноземцев у нас традиционно изображали и в других памятниках. И вот, в частности, в лицевом летописном своде мы тоже можем видеть таких иноземцев. И вот на них показаны короткие до колен штаны с разрезами. По европейской моде в таких разрезах обычно виднелась или подкладка из яркой ткани, или белоснежное нижнее белье. И вот эти штаны настолько поразили русских людей, что они стали на долгие десятилетия, если не столетия, опознавательным знаком иностранной европейской одежды. Также, если приглядеться, здесь видно своеобразные европейские шляпы и короткие плащи, которые отличались от русских. Но, тем не менее, несмотря на все религиозные различия, связи существовали. И это были связи и торговые, и военные, и культурные. И хотя мы с вами сегодня о военном деле, в общем, говорить не собираемся, но все-таки о двух пунктах надо упомянуть. В первую очередь, это артиллерия или наряд, как она называлась в России. И вот в XVI веке нарядом при походе царя Ивана Грозного на Казань командовали иностранные специалисты. И вот пушки изображены в лицевом летописном своде. Но пушки были уже работы в основном русской. И в XVII веке уже и артиллеристы тоже были уже обучены в России. Но все равно, поскольку Россия приходилось воевать много и на разных границах, военные приглашались на службу из разных европейских стран. И вот надо сказать о людях, которые впервые в российской истории получили генеральские чины. И слева вы видите изображение Александра Лесли, шотландца по происхождению, который приехал на русскую службу в 1638 году при царе Михаиле Федоровиче и оставался в России до самой смерти. И вот именно ему где-то в 1660 году царь Алексей Михайлович впервые присвоил генеральский чин. До того высшим военным чином в армии считался чин полковника. Ну и второй человек, которого тоже надо назвать, тоже шотландец Патрик Гордон, один из соратников Петра впоследствии. Он приехал в Россию в 1661 году и тоже оставался здесь до своей кончины в 1699 году. Петр очень сожалел о его смерти и полагал, что если бы Патрик Гордон прожил бы еще несколько лет, то Северная война началась бы для России более удачно, потому что он был одним из самых опытных военных специалистов в русской армии. Но, конечно, кроме военных в России по царскому приглашению служили мастера многих других специальностей. Это были ювелиры, мастера часового дела. Это были рудознацы, которых уже в 17 веке и даже раньше считается, что впервые Иван III пригласил рудознацев, рассчитывая найти где-то залежи золота или серебра. Но они были обнаружены на Урале только во времена Петра. Ну и еще одна профессия, без которой нельзя было обойтись, это были врачи. В России не существовало высших медицинских учреждений, и единственное пособие по медицинскому делу, это были травники. И поэтому европейцы, окончившие университеты, они приглашались ко двору со времен великого князя Ивана III. И вот одна из самых интересных, но в общем-то и печальных историй, она связана с болезнью сына Ивана III, Ивана Ивановича, который носил прозвище Молодого. Сын от первого брака с Тверской княжной уже после 30 лет начал болеть, и у него обнаружилась, видимо, подагра, потому что говорили о тяжелой болезни в ногах. И вот тогда из Венеции в 1490 году приехал медик, которого звали Леон. Он, хотя и приехал из Италии, но он был евреем. И вот этот Леон, он сказал, что он вылечит наследника великого князя, поклялся в этом и сказал, что если он этого не сумеет сделать, то князь может его казнить. И вот на сценах из лицевого летописного свода мы видим, как врач Леон пытается вылечить наследника, но, к сожалению, ему это не удалось. В том же 1490 году старший сын Ивана III скончался, и через 40 дней после окончания траура великий князь приказал казнить врача, ему отрубили голову. Но это, естественно, не остановило остальных медиков, потому что оплата из великокняжеской казны за их работу была щедрая. И из Италии приезжали другие специалисты. В частности, много десятилетий служил Павел из Милана, чья итальянская фамилия не сохранилась. А вот здесь вы тоже видите европейского врача, который лечит татарского царевича, перешедшего на службу к великому князю Ивану III. Его деятельность была более успешной, и ему удалось пациента вылечить. Но надо сказать, что врачи и в 16-м, и в 17-м веке использовали средства, которые современная медицина отвергает. Многие из них сейчас считаются просто опасными, но, тем не менее, эти врачи были лучше, чем полное отсутствие таковых. И поэтому со времен Ивана III, один или несколько европейских врачей находились при дворе постоянно. Ну, история медицины в России – это тоже, в общем-то, тема отдельная и обширная. Ну, пожалуй, самым известным врачом 16 века был персонаж, который приехал ко двору Ивана Грозного. Его звали Елизеус Бамелиус, но подлинного его изображения нет. Это абстрактное изображение средневекового врача и алхимика, потому что Бамелий, хотя и имел медицинское образование, но он был еще авантюристом. И он занимался астрологией и алхимией. Он делал царю разные предсказания. Ну, и его в России боялись и не любили. И утверждали, что врач по приказанию Ивана Грозного составляло различные яды, которыми царь приказывал ему отравить неугодных ему людей. Но карьера Бамелия закончилась плохо. В 1579 году, когда еще шла Ливонская война, царь заподозрил его в переписке с его врагами, с польским королем, у него были найдены шифрованные письма. И пораженный таким коварством царь приказал Бамелия казнить. Но после этого от астрологии и предсказаний царь отказался. И к нему приехал следующий врач Иоганн Эйлов. И считается, что именно он был при царе в момент его кончины 18 марта 1584 года. На этой картине Маковского именно Иоганн Эйлов пытается спасти царя, у которого был, судя по всему, инсульт. Он пытается пустить ему кровь. Но, к сожалению, никакие усилия медицины не помогли. И через несколько часов после удара, как тогда говорили, царь Иван Васильевич скончался. При его преемнике царе Федоре Иоганн Эйлов был отправлен на родину. Но приехал следующий врач, значит, Марк Ридли. Большая часть врачей в это время была уже не итальянцами. Это были выходцы из Голландии или из Англии. И вот Марк Ридли служил при русском дворе довольно долгое время. Но обычно контракт, если так можно было сказать, с врачами, он заключался на пять лет и затем продлевался в зависимости от желания царя и самого доктора. Если он желал покинуть Россию, то ему подыскивали замену. И обычно о просьбе прислать нового врача писали в грамотах, которые отправлялись в Англию, королеве Елизавете или в Голландию. И послы, которые туда ехали по дипломатическим поручениям, они получали также задание привезти и очередного доктора. Ну и вот здесь мы видим изображение, которое сейчас хранится в Королевском медицинском колледже в Лондоне. Это Болдуэн Хамми, который тоже был врачом царя Фёдора Ивановича. И вернувшись на родину, он занимал там, в общем-то, высокое положение. Это говорит о том, что он был квалифицированный специалист. И вот был написан его портрет, который в Англии сохраняется до сих пор. Служили европейские врачи также при дворе Бориса Годунова. И, естественно, эта традиция была продолжена при царях из династии Романовых. Но вот что касается Михаила Фёдоровича, то тут с врачами опять была связана довольно грустная история. В 1616 году царь решил жениться и выбрал себе девушку из не очень богатой дворянской семьи, Марию Ивановну Хлопову. Ее поселили во дворце, нарекли царской невестой. И тут царская невеста заболела. К ней были отправлены врачи. Они ее осмотрели и нашли, что болезнь ее несерьезна и должна скоро пройти. У нее, судя по всему, было желудочное расстройство. Однако царя подвел придворный этикет. Вместо того, чтобы побеседовать с врачами напрямую, он не стал их к себе приглашать, а поручил узнать, как дела с его нареченной своим родственником Салтыковым. А Салтыковы были родственниками его матери Иннокине Марфы, которой невеста не нравилась. И в результате, наверное, по совету матери царя, они сказали, что врачи признали девушку неизлечимой, что жить ей осталось не больше года. И таким образом царь жениться на ней не может. Свадьба расстроилась, и невеста была выслана из дворца и попала в ссылку. Вот таким образом, сам того не желая, Михаила Федоровича подвел придворный врач, которого звали Валентин Бильс. Но он не знал о том, что его диагноз был царю передан неверно. И дело вскрылось только через несколько лет, когда вернулся из плена отец царя Филарет Никитич. И он, узнав об этой истории, лично побеседовал с врачами и узнал, что царя обманули, что врачи сказали, что невеста здорова и никакой порухи чедородию от ее болезни не будет. После этого Салтыковы попали в ссылку за расстройство царской свадьбы, но Марию Хлопову во дворец так и не вернули. А вот Валентин Бильс продолжал свою придворную службу дальше. Вообще, надо сказать, что должность придворных врачей была нелегкой, как в общем и жизнь иностранцев в России. На них смотрели не очень доброжелательно. Поэтому в XVII веке иностранцы обычно принимали разумное решение. Они переодевались в русскую одежду, чтобы их нельзя было узнать, увидеть издалека на улице. Потому что на этой известной картине мы видим иноземца, который идет по Москве, преследуемый насмешками. Хотя немецкая слобода возникла в Москве еще во время Ливонской войны при Иване Грозном, но затем она была разрушена по желанию царя. Еще ущерб нанесло смутное время. И во времена династии Романовых, приезжавшим на службу иноземцам, жаловались пустующие дворы в любом месте Москвы, либо они могли сами за свои средства купить себе жилище. И поэтому определенного места проживания иностранцев не было. Церкви, которые им разрешали строить, они в те времена были деревянные, они тоже располагались в нескольких местах Москвы. В частности, надгробия с надписями на немецком языке были найдены при раскопках около Данилова монастыря, что говорит о том, что вот там это тогда была окраина Москвы, иноземцы также проживали. Но это все изменилось, когда в 1652 году на патриарший престол вступил Никон. Никон жил в Москве, конечно, долгое время и знаком был с иноземцами, но когда он стал патриархом, несколько историй привлекли к себе его недоброжелательное внимание. Во-первых, он обратил внимание на то, что когда он проезжает по улицам, часть народа не подходит под его благословение. Он спросил, почему, и узнал, что это как раз иноземцы, которые носят русскую одежду и ничем не отличаются от русских людей. Никон решил, что это неправильно, и был издан указ, запрещающий иноземцам носить русское платье. Ну и с церковью тоже произошла интересная история. Никон проезжал мимо немецкой кирхи, и оттуда доносились звуки скандала. Оказывается, жены офицеров, которые были приглашены на службу, желали сидеть впереди жен купцов, которые приехали раньше. Купчихи им места не уступали, и в результате шум, доносящийся из иноземной церкви, достиг ушей Никона. Никон приказал эту церковь разобрать, и добился от царя Алексея Михайловича указа, что отныне все иноземцы будут проживать в одном месте. Были найдены пустующие земли на берегу реки Яузы, и вот там была основана после 1652 года новая немецкая слобода, которая и существовала до времен Петра Первого, сменив потом свое название на Лефортова. Но надо сказать, что вообще над иностранцами подшучивали не только современники, но и художники уже XIX века. Это видно из разных иллюстраций. Например, это гравюра, опубликованная в журнале Нива, она называется «С мороза». Замерзший часовой в европейской одежде, которую нес караул зимой, значит, он вернулся отогреваться. Явно, что русская одежда к нашему климату приспособлена лучше. Ну вот, кстати, надо сказать, что смеяться над замерзшим часовым и не стоит, потому что Петр Первый, когда переодевал нашу армию в европейскую форму, он велел всем пошить суконные мундиры и забыл про зиму. И часовые тоже должны были стоять на часах в этих мундирах. Они поддевали вниз различные фуфайки, свитера и так далее. Но вот шинель у нас появилась только стараниями Павла Первого, почти через сто лет после реформы Петра. Ну и надо сказать, что иностранцы, когда впервые приезжали в Москву, их, конечно, поражало многое. Одним из самых красочных мест были русские бани, которые располагались на берегу Неглинной. В этих банях были мужские и женские дни по графику. И вот иноземцы, проходившие мимо этих бань в женские дни, могли видеть веселую картину, как девушки, выскакивая из бани, или купаются в реке, или растираются снегом. Вернемся к нашим медикам, которые служили при царском дворе. С 1656 по 1666 служил в Москве при дворе царя Алексея Михайловича англичанин Сэмуэль Кулинс, который оставил свои записки о пребывании в России. И даже собрал некоторые сведения о Сибири, где еще ни одному иностранцу не удалось побывать. Он пишет, что еще в те времена существовали очень строгие ограничения. Он лечил царя Алексея Михайловича, но вот когда ему нужно было приходить к государыне царице Марии Ильиничне или к наследнику престола Алексею Алексеевичу, то свет в комнате, свечи в комнате тушили, и руку царицы, когда он щупал пульс, окутывали полотном, чтобы он к ней не прикасался. Но, тем не менее, усилиями иностранных врачей медицинское дело в России продвигалось. И во второй половине 17 века появился отдельный аптекарский приказ. Причем врачи, которые там работали, составляли лекарства и для царского двора, и для всех желающих, которые обращались к врачам. И вот по их рецептам там составлялись лекарства. Здание аптекарского приказа находилось прямо на Красной площади, на месте нынешнего исторического музея. Но надо сказать, что врачебная работа, как и во времена Ивана Грозного, по-прежнему оставалась опасной. Хотя в 17 веке, конечно, никого из врачей добродушный Алексей Михайлович не казнил, но, тем не менее, в 1682 году, когда скончался его старший сын, царь Федор Алексеевич, значит, пошел слух среди стрельцов, что доктор Стефан фон Гаден дал царю отравленное яблоко. Эти слухи, судя по всему, распускала царевна Софья и другие противники Нарышкиных. И кончилось это тем, что в мае 1682 года во время стрелецкого бунта были убиты не только бояре и братья царицы Натальи Кирилловны, но был убит и доктор фон Гаден вместе со своим сыном, так как спрятаться ему в немецкой слободе не удалось. Ну вот это такое последнее трагическое событие, связанное с пребываниями иностранных врачей в России. Фон Гадена сменил очень уважаемый человек Лаврентий Блюмэн-Трост, который 37 лет прожил в Москве. Скончался он уже при Петре в возрасте 80 с лишним лет. Именно он считался не только врачом царской семьи, но и он считался главным врачом русской армии, потому что в России не было своих хирургов, а в армии хирурги требовались постоянно. И вот он впервые начал налаживать медицинскую службу в армии. Его дело продолжили два сына, Лаврентий Лаврентьевич и Иван Лаврентьевич. И вот они тоже были блюстителями здравия в московском войске и выполняли не только обязанности хирургов, но они следили за тем, чтобы в войске не началась эпидемия. Они должны были отслеживать воду, которой пользовались при приготовлении еды и все остальные условия. И вот, собственно говоря, трудами семейства Блюмэнд Рост уже в XVIII веке была налажена современная медицинская служба. Кстати, их усилиями были открыты прообразы первых поликлиник. Это было здание, куда обращались приходящие больные, и врачи давали им там свои рекомендации. Ну, что самое интересное, то, что Лаврентий Блюмэнд Рост оказался связан еще и с историей российского театра, потому что его пасынгом был пастор Иоганн Грегори, который тоже очень долго прожил в России. И вот он был создателем первого придворного театра и постановщиком первого спектакля, который прошел при дворе знаменитого Артаксерксова действа. Значит, Иоганн Готферид Грегори жил в Москве с 1658 года, и в 60-е годы он даже выполнял дипломатические поручения. Он ездил в Европу с заданием русского правительства посмотреть рудознацев и добрых суконного дела мастеров. И вот Иоганн Грегори подал боярину Матвееву, как считается, мысль о создании придворного театра. Надо сказать, что уже при царе Михаиле Федоровиче в придворном штате числились потешные немчины. Но, скорее всего, это был прообраз современного цирка. Они показывали фокусы, какие-то акробатические упражнения, упоминаются дрессированные животные, и вот этот потешный немчин был в штате придворном еще в 30-е годы 17-го века, но и была специальная потешная палата, где вечером царская семья смотрела такие представления. Но если там ставились какие-то спектакли, то это были очень короткие действия, как бы мы сейчас сказали, скетчи. А вот полномасштабный театр появился только усилиями пастора Грегори и молодых людей из немецкой слободы. Когда первый спектакль прошел с успехом, царь Алексей Михайлович провел в комедии, как тогда говорили, целых 10 часов вместе со своей семьей. Ему туда подавали трапезу и прохладительные напитки. И после этого пастору Грегори было получено набрать себе русских учеников и уже создавать из них театральную труппу. Но однако Грегори скончался в 1675 году и на смену ему пришел переводчик посольского приказа Юрий Гивнер, который ставил следующие комедии. Известно, что одним из представлений была Юдивь, это соответственно тоже, как и Артаксерксово действие на библейский сюжет. Но Юрий Гивнер впервые ставит историческую пьесу, которая называлась «Темир Аксакова действо». Темир Аксак, известный у нас как Тамерлан, в данном случае выступал в качестве положительного персонажа. Он боролся с турецким султаном Боизидом и в конце концов одерживал на них победу и заключал султана в железную клетку. Царю этот сюжет о победе над турецким султаном тоже очень понравился. Ну, в общем, немецкая слобода была одним из центров не только жизни самих иноземцев, но она была в определенном смысле местом, откуда новшества распространялись по всей Москве. А поскольку многие обитатели слободы жили там десятилетиями, у них рождались дети, свободно говорившие по-русски, то, собственно говоря, ко временам Петра I в немецкой слободе жило третье поколение людей, потому что у многих родители или даже деды приехали туда еще при Михаиле Федоровиче. И поэтому Петр, когда заинтересовался немецкой слободой и начал ее посещать, он, в общем-то, полагал, что там он встречает людей, которые связаны с Россией постоянно. Но надо сказать, что в 19 веке многие русские историки написали про немецкую слободу немало нехороших слов. Они написали, что там обитало отребье Европы, люди, которые бежали в Россию, потому что их разыскивали за какие-то преступления, там она кишела авантюристами и так далее. На самом деле это было неверно и установили это только уже исследователи в конце 20 века, когда взяли перепись домов, которая была проведена в Слободе уже в 18 веке. И вот тогда выяснилось, что многие дома там были построены отцами и дедами владельцев и многие приезжали туда по призыву своих родственников, то есть поскольку круг обитателей Слободы был довольно узкий, то никаких авантюристов и тем более преступников они там видеть среди себя не желали. Поэтому собственно говоря, вот опора Петра на немецкую Слободу она в чем-то была и достаточно логична. Но Петр видел в Слободе таких людей, как Патрик Гордон и был уверен в их верности и надежности, когда же в начале Северной войны он пробовал использовать европейских наемников, то к сожалению это кончилось поражением под Нарвой. Если мы продолжим разговор об истории немецкой Слободы, то надо сказать о том, что среди прочих обитателей, кроме военных, врачей, инженеров и архитекторов там были еще и священники, потому что пастор Грегори был священником лютеранской церкви святого Михаила. В его времена она была еще деревянной, а уже через 10 лет после его смерти в 1684-1685 годах она была отстроена в камне. Эта церковь находилась в Москве на нынешней улице радио. К сожалению, она до наших дней не дошла. Мы видим только старые фотографии. Она была снесена в 1928 году. А вот зато еще одна церковь, церковь Петра и Павла, она была перестроена, но сохранилась до наших дней и ныне является действующим протестантским приходом. Была еще в конце 17 века и третья церковь реформатская. И надо сказать, что все иноземцы, которые жили в Москве, они жили дружно, поскольку, несмотря на свои религиозные различия и разное подданство, они жили в окружении русских, и поэтому обычно между собой никогда не ссорились. Можно сказать, что, собственно, первое объединение Германии, оно произошло в Москве, в немецкой Слободе, потому что там было, собственно говоря, неважно, подданным какого немецкого государя человек являлся до приезда в Москву и какую ветвь протестантской религии он исповедует. Обычно там старались всех конфликтов тщательно избегать, и даже если в Германии их государства воевали между собой, то на жизнь немецкой Слободе это никак не должно было отзываться. К сожалению, сейчас от немецкой Слободы мало что осталось, потому что один из самых интересных памятников так называемый дом Анны Монс. На самом деле это тоже дом, который принадлежал обширной разветвленной семье придворных медиков по фамилии Вандер Гульст. Вот вы видите реконструкцию этого дома и обратите внимание, что в общем-то он выстроен по русским традициям, потому что иностранцы вовсе не стремились, учитывая недоброжелательное иногда отношение русского окружения, они не стремились выделить свой район из других, поэтому кирхи их были скромные и деревянные долгое время, а дома строили обычно русские каменщики, потому что приглашать архитекторов из Европы было очень дорого. Ну и вот, к сожалению, этот памятник сейчас находится, насколько я знаю, в печальном состоянии от былого барочного убранства. Здесь остались только наличники, которые видны на окнах. Ну и вот тесный союз, тесный союз жителей немецкой слободы совершенно неожиданно проявился в 1689 году, уже когда Петр, собственно, после отстранения от власти Софьи начал самостоятельное правление. Весной 1689 года в Москву из Европы приехал очень интересный персонаж, которого звали Квирин Кульман. Это был проповедник, мистик и поэт. Его проповедь, судя по экспертизе, которую потом провели переводчики посольского приказа, изучив его сочинение, они сказали, что он принадлежал к секте квакеров, или его учение было близко этой секте. Вот, потерпев неудачу в проповеди в Европе, а в его учении было много апокалиптических мотивов, Квирин Кульман приехал в Москву и начал проповедовать в немецкой слободе. И вот тут случилась удивительная вещь. Пасторы трех немецких церквей обвинили его в ереси и, объединившись, отправились с жалобой к патриарху Иоакиму, с жалобой на то, что у них в слободе завелась ересь. Вот это объединение было очень неожиданным, но это было впервые за всю историю слободы. И русские власти, значит, побеседовав с пастырами и спросив, почему они обвиняют этого человека в ереси, если считается, что они сами не православные, но речи трех пасторов были так убедительны, что русские власти отреагировали. Квирин Кульман был арестован и после следствия как еретик и колдун был сожжен в срубе на Красной площади. Это произошло 4 октября 1689 года. Отражена эта история в романе Толстого Петр I, где патриарх настаивает, чтобы еретика отдали ему, но на самом-то деле он это все делал не сам, а именно по просьбе немецких пасторов. И вот еще одна такая интересная деталь. Жители немецкой слободы явились к одному из бояр и спросили разрешения присутствовать при казни. Им отказали. Им сказали, что ничего в этом интересного нету, что это большое несчастье, человек погубил свою душу, и поэтому посоветовали им молиться. И в день казни во всех трех церквях немецкой слободы проходили службы за спасение души, которая могла погибнуть. Но однако церковь, которая недоброжелательно относилась не только к коноверцам, но и ко многим новшествам, идущим из Европы, некоторые из них использовала очень активно. И к числу таких предметов относятся, конечно, в первую очередь часы. Вот древнейшие часы нашего собрания в виде книжечки относятся к XVI веку. Известно, что в XVI веке царю Ивану Грозному были преподнесены часы, но он отказался их принять, поскольку на циферблате были знаки зодиака, что он счел язычеством. Но наши часы тоже весьма необычны, потому что на одной их створке вот здесь изображено распятие, а на оборотной стороне изображен персонаж в античных одеждах, весьма напоминающий Меркурия. Но тем не менее вещь была полезная и в 1625 году английский архитектор Христофор Головей установил первые куранты на Спасской башне. Сейчас там стоят часы середины XIX века, но вот куранты Христофора Головея они дожили до начала XVIII века. Ну и надо, кстати, сказать, что у нас хранится несколько пар часов, которые относились к патриаршей казне и принадлежали патриарху Филарету и его преемникам Никону и остальным. Так что полезные изобретения церковь использовала. Использовали представители нашей церкви и другое европейское изобретение, тоже полезное, это очки. И вот вы видите знаменитый портрет патриарха Никона, который хранится в Новом Иерусалиме. И вот здесь служка протягивает патриарху очки. Эта вещь была тоже очень необходима, потому что понятно, что патриархами становились в немолодом возрасте и для чтения очки были необходимы. Вот у нас сохранилось несколько штук очков в очешниках серебряных и без них, которые происходят из патриаршей ризницы. Причем обратите внимание, очки без дужек, которые напоминают более позднее пенсне. Иногда они складывались пополам и тогда убирались совсем маленький очешник. Использовали представители церкви и другие вещи. Как ни странно, это могли быть даже предметы одежды. В описи казны патриарха Никона упоминается летняя шляпа белая суконная. И вот именно в этой белой шляпе изобразил его художник Шварц на картине на прогулке около скита в Гефсиманском саду в Новом Иерусалиме. Шляпа, к сожалению, до наших дней не дошла. А вот у нас хранится другая замечательная вещь, которая в описях называется чехол для шляпы. Но вот трудно сказать, это подставка или это действительно чехол, которым шляпу накрывали сверху, чтобы она не запылилась. Но интересно, что это вещь японской работы, выполненная в первой половине 17 века. И в Россию она попала очень сложными путями через Европу с помощью, скорее всего, португальских мореплавателей. Затем была кем-то куплена и вот оказалась в казне патриарха Никона. Интересно, что европейские шляпы упоминаются и в описях других имуществ богатых людей, в частности, в описях казны боярина Бориса Годунова. Еще когда он был боярином, не был избран на царство, вещь, которая там описана, очень напоминает мушкетерскую шляпу. И никого, видимо, не удивляла картина, когда боярин идет по улице в русских одеждах, но с европейским убором на голове. Ну и надо сказать, что европейскими шляпами пользовались и женщины. Иностранцы писали, что карету царицы сопровождали верхом боярыни. На голове каждой из них была вот такая же широкополая шляпа, привязанная вуалью, и мы такую шляпу тоже можем здесь видеть. Ну и можно подумать, что художник это все придумал, но на самом деле нет, потому что в лицевом летописном своде есть изображение свиты царицы Анастасии Романовны, которая едет в карете, и вот здесь мы тоже совершенно четко видим вот эти шляпы. Ну и кстати кареты тоже один из предметов роскоши, который использовался царями, патриархами и боярами. На этом изображении мы видим повозку, которая может быть и русской, но на некоторых миниатюрах лицевого свода совершенно явное изображение европейских экипажей, украшенных видимо резьбой и с поднимающимися занавесками. Ну вот царицы согласно церемониалу покидали Кремль или в воске зимой, или в карете летом, а вот их сопровождающие боярыни и служанки постельницы совершенно очевидно ехали вверху. И вот в лицевом летописном своде тоже неоднократно встречаются изображения женщин в длинных платьях, которые едут верхом на лошади. Ну вот историки очень долго спорят ли это европейское или восточное влияние, потому что была версия, что это влияние царицы Марии Темрюковны. Которая приехала с Кавказа, конечно, умела ездить верхом, и вот кто-то упоминал, что такая свита цариц появилась при ней. Но изображение свиты Анастасии Романовны, оно совершенно явно говорит о том, что это было и до приезда в Россию Марии Темрюковны. Ну и вот еще одно очень интересное изображение. Это из букваря Кориона Истомина буква И. Ясно, что здесь изображены иноземки. Женщины в европейских юбках, в кофтах и с непокрытой головой. Мы видим, что волосы у них уложены на затылке, но платков по русской моде они не носят. И вот казалось бы, какое отношение эти иноземки имеют к царскому двору. Но дело в том, что вот здесь изобразил художник XIX века забавы царицы Евдокии Лукьяновны. Одна из сопровождающих ее дам была немкой, принявшей православие. Она в православии получила имя Авдутья и у царицы была в большой милости, выполняла ее различные поручения и ей было пожаловано поместье. Влияние этой немецкой дамы при дворе было столь велико, что после смерти Евдокии Лукьяновны ее сын Алексей Михайлович предпочел от нее избавиться и отдал приказ Авдутье уехать в поместье, которое ей было пожаловано. Вот такая неожиданная история с выходцами из Западной Европы, которые служили на женской половине царского двора. Вообще надо сказать, что изрядная часть обитателей немецкой слободы, проведя в России некоторое время и приняв решение остаться здесь навсегда и не возвращаться, они принимали православие, получали русское имя, поэтому отличить их иногда по документам от уроженцев России очень трудно. Ну и вот одну красочную историю рассказывал Павел Олепский, сопровождавший антиохийского патриарха Макария, что патриарху Никону представляли группу немцев, которые приняли православие, значит, патриарх их благословил, и среди этих немцев была очень красивая молодая девушка, патриарх сказал, прекрасная девица, я не знаю, надо ли тебя сначала поцеловать или благословить, решил сначала поцеловать, и чмокнул прекрасную немку с таким удовольствием, что греческому духовенству даже стало немного неудобно. Ну вот мы видим, что в общем-то это было достаточно распространено, и история одной из дворянских семей в России тоже связана с принятием православия. Ну вот что могут иметь между собой общего эти две женщины. Это понятно боярыня Морозова с картины Сурикова, а вторая это портрет баронессы Икскюль работы Репина. Ну баронесса Икскюль она была по второму браку, урожденная она была Лудковская, но тем не менее можно составить генеалогическую схему, и у мужа этой дамы, барона фон Икскюля, будут общие родственники с бояриной Морозовой. Дело в том, что бояриня Морозова, урожденная Феодосия Прокопьевна Соковнина, а род Соковниных как раз происходил от иноземца барона Икскюля фон Мейердорфа, который поступил на службу к Ивану Грозному, принял православие, его сын Феодор получил прозвище Соковня, а потомки стали писаться Соковнины. Так что прадедом бояриня Морозовой был как раз немец, перешедший на царскую службу. И вот уже когда в конце XVII века создавался список дворянских родов, известный как Бархатная книга, то Соковнины принесли туда документы, свидетельствующие о происхождении от немецких баронов фон Икскюлей. Ну и уж коль скоро мы с вами заговорили о женщинах, то надо поговорить и о влиянии европейской моды. Потому что если присмотреться внимательно к миниатюрам лицевого летописного свода, то мы увидим дам, у которых на голове не просто убрус, а некое такое затейливое переплетение видимо из тонких полос полотна изысканно уложенных и с вот таким концом, который спускается на плечо и точно такие же головные уборы мы можем увидеть и на многих европейских портретах. И эти уборы боярынь встречаются на самых разных изображениях. И на мой взгляд вот этот головной убор тоже с уложенными сложным образом складками он очень напоминает то, что можно увидеть на европейских портретах. Надо сказать, что лицевой летописный свод создавали русские художники и они не изображали то, чего сами не видели. То есть, чтобы изобразить даму в таком полотняном головном уборе, нужно было его действительно видеть, а поскольку изображены здесь русские боярыни, то вряд ли они на них надели головные уборы обитательниц немецкой слободы. Когда художники, рисовавшие летописный свод не знали, как выглядит их персонаж, они изображали его всегда в русских традициях. Вот это просто нам для веселья. Вот это сюжет, который изображает смерть царицы Клеопатры. Клеопатра изображена в царских одеждах. Вот змея, которая ее укусила и кончина царицы. Ну еще более забавно выглядят попытки русских художников изобразить, например, языческие храмы с вот такими идолами. Но все античные персонажи здесь опять-таки одеты в русские одежды. А вот когда художники эти пытались изобразить европейские сюжеты, то они могли использовать какие-то действительно знакомые им реалии. На очень многих сюжетах изображены шлемы, напоминающие европейские ренессансные, которые можно увидеть также на портретах. И вот здесь тоже изображены персонажи в коротких кафтанах, в облегающих штанах, в одежде, которую в Европе, в России не носили. Ну помимо одежды, а точнее говоря, отдельных ее предметов среди европейцев, которые были очень востребованы в России, конечно, были мастера ювелирного дела. Вы видите здесь изображение мастерской средневекового ювелира, которая одновременно является и лавкой, где продаются выполненные изделия. И вот опять-таки со времен великого князя Ивана Третьего как врачи, так и ювелиры тоже играли важную роль при дворе, но, к сожалению, их работы не подписаны. Поэтому у нас хранится много вещей, о которых мы не можем точно сказать. Выполняли их русские мастера или иноземные, потому что вещи эти очень интересные и сочетают в себе русские и европейские традиции. Ну и, конечно, в царской казне хранились вещи, привезенные в качестве даров, и они дошли до наших дней. Вот о посольских дарах мы немножко поговорим. Вот эта цепь с четырехугольными звеньями была выполнена в XVI веке, но в Россию она попала в 1644 году, была привезена в подарок 15-летнему царевичу Алексею Михайловичу, видимо, в честь объявления его наследником престола. Это говорит вообще о том, что подарок выбирался очень тщательно и была использована цепь из какой-то казны после изготовления ее уже прошло много лет, но вот она была отправлена в качестве подарка в Россию. Ну, самой, наверное, известной работой европейских ювелиров, которая дошла до наших дней, является венец царя Михаила Федоровича, который был сделан в замену траченного во время смутного времени венца Бориса Годунова. Остались в нашей сокровищнице скипетры держава, которые были привезены в подарок Борису, судя по всему, в 1604 году из Праги. А вот венец не дошел до царей из династии Романовых, и поэтому Михаил Федорович приказал немецким ювелирам, которые работали в Москве, выполнить новый венец. И с этой задачей они справились, потому что гамма эмали и драгоценных камней, она в общем-то составляет гамму с изображениями на скипетре и державе. Все три предмета вместе получили название большого наряда царя Михаила Федоровича, а вот то, что выполняли этот венец иноземцы, стало известно точно не так давно, в конце 20 века, потому что стало ясно, что русские имена давались немцам просто в документах, связанных с выплатой жалования, имена упрощались и в результате исследователи решили, что сначала, что это были русские мастера, но выяснили, что это все-таки работа немцев, которые служили при царском дворе. Ну, помимо ювелирных собственно изделий, еще большой любовью в России пользовалась серебряная посуда, причем на миниатюрах того же лицевого летописного свода во время перов и в момент передачи посольских даров мы видим вещи вот таких очень своеобразных геометрических форм с острыми крышками, и они очень напоминают сохранившиеся у нас английские изделия, вот тоже с крышками, с шарообразными туловищами, так что здесь скорее всего мастера летописного свода изобразили именно европейские кубки, которых было большое множество и не только в царской казне, потому что видимо они и продавались и находились в числе товаров, которые находили сбыт. Еще одним типом вещей, которыми пользовались и представители церкви, и все патриархи, и царь, и бояре, это были дорогие привозные ткани. В основном они были в 16-17 веках итальянскими. Эти ткани с крупными яркими рисунками шли на парадные одежды. А вот сукно, согласно всем документам, больше всего ценилась английская или гамбургская немецкая работы. И вот у нас до конца 17 века, собственно говоря, не было производства своих дорогих тканей, тканей. все ткани, которые шли на парадные одежды, они были европейского, иногда восточного происхождения. И вот если мы посмотрим на миниатюру из лицевого свода, где Иван Грозный награждает шубой из царского плеча казанского царя Шах-Али, вот он ему вручает эту шубу с очень крупным рисунком. Здесь, если посмотреть, то рисунок на всей шубе укладывается три раза, не больше. Вот множество таких тканей, оно сохранилось в нашем собрании с изображением цветов, с изображением корон, как здесь. И вот одежды представителей духовенства, они тоже шились из этих привозных тканей, итальянских и иногда турецких. Эти ткани отличались яркими цветами и очень крупным рисунком. То есть задача была в том, чтобы человек, одетый в такую одежду, был издалека заметен в любой толпе, будь то это царь во время выхода или патриарх во время церковной службы. Так что, несмотря на неприязнь, которую церковь испытывала к иноземцам, все-таки европейские вещи использовались достаточно активно, мы, конечно, обо всех поговорить не можем. Такие предметы очень часто привозились в качестве посольских даров. И вот здесь на картине современного художника, изображающей посольский прием, мы как раз видим, что в числе подарков находятся именно серебряные предметы. Да, этикет средних веков не позволял дарить одежду готовую, поэтому все ткани поступали в виде отрезов и одежда из привозных тканей выполнялась уже в России. Ну и кстати сказать, что после приема послов обычно царь принимал иноземных купцов, потому что любой купец, приезжающий в Россию со своими товарами, это были обычно предметы роскоши, он должен был быть представлен царю и бить ему челом, то есть вручить свой подарок, но желательно, конечно, из тех предметов, которыми он собирался торговать, поэтому естественно привозившие серебряные изделия вручали царю кубок, привозившие ткани, они били челом отрезом атласа или бархата и так далее. Ну и вот мы завершаем нашу тему кратким рассказом о европейской торговле. К сожалению, в силу наших напряженных отношений с Польшей сухопутная торговля не всегда была возможна. К тому же климат, который делал затруднительное передвижение и весной и осенью, он заставлял искать речные торговые пути, поэтому торговля с Турцией шла через Дон, через Черное море, торговля с Ираном шла по Волге через море Каспийское, а вот что касается европейской торговли, то у нас даже когда побережье Балтики России не принадлежала, торговля через Ригу с такими странами, как Голландия или Дания, она продолжалась, но была невыгодной для русских купцов, потому что они свои товары в Риге должны были продавать и везти их дальше не могли. А вот торговля с Англией была налажена при Иване Грозном, когда английский корабль, значит, это, по-моему, 1553 год, он случайно зашел в Холмогоры, в устье Двины, и вот капитан Ричард Ченслер отправился в Москву, был принят царем, и после этого торговля с Англией через север, через Холмогоры, а потом через основанный рядом Архангельск, она уже становится постоянной. Именно Архангельск был долгое время главным русским портом, и англичане выторговали у Ивана Грозного себе монопольное право вести свои товары, и поэтому все европейские товары до середины XVII века поступали через Белое море на английских кораблях. Не случайно, конечно, что и одно из древнейших сохранившихся в Москве гражданских зданий это английский посольский двор на Варварке, тут останавливались иностранные послы, тут останавливались и английские купцы, и недаром здесь существует дверь на втором этаже и блок, через который осуществлялся подъем товаров. Ну и конечно, одним из самых больших торговых центров издавна был Новгород, который, собственно говоря, тоже был ориентирован на балтийскую торговлю, и туда в XVI веке тоже во множестве приезжали иностранные купцы, но к сожалению побережье Балтики было окончательно потеряно для России по Столбовскому миру со Швецией и небольшой кусочек около устья Невы и до Ивангорода Швеции пришлось передать и после этого новгородская торговля она уже изменилась и значит английские купцы пользовались правом торговать в России и оптом и в розницу однако в 1649 году когда королевская власть в Англии была свергнута а к власти там пришел Кромвель царь Алексей Михайлович запретил английским купцам въезд в Россию правда когда король Карл Второй вернулся к власти запрет был отменен но уже прежних привилегий англичане не имели и в 1667 году при Алексее Михайловиче был разработан так называемый новый торговый устав который должен был защитить русскую торговлю он предписывал всем иностранным купцам продавать товары оптом русским купцам и уже только русские купцы могли вести розничную торговлю но благодаря вот таким мерам московский торг в 17 веке относился к числу самых больших и самых обильных в Европе и один из иностранцев говорил что если вы не нашли своего товара на московском рынке значит его вообще нет в природе потому что в Москве продается все чем торгуют в целом мире но надо сказать что в 17 веке там торговали и вещами ранее необычными это были саженцы это были семена новых ранее неизвестных в России цветов потому что среди европейских увлечений 17 века которые дошли до России была мода на сады конечно сады существовали всегда и имели особую символику особенно сады монастырские это был символ рая но в этих садах росли обычно все-таки фруктовые деревья а вот уже в 17 веке европейскими купцами к нам были привезены цюльпаны гвоздики махровые розы и многие другие декоративные растения очень любили у нас различные ароматные травы и тоже высаживали их и в царских садах и я читала описание патриарших садов для которых было куплено несколько кустов роз и более 200 гвоздик мода на тюльпаны которая захлестнула всю Европу в 17 веке она Россию тоже не обошла но к сожалению наши средневековые сады не дошли до нынешнего времени вот старейшим является вознесенский яблоневый сад в Коломенском там яблони растут уже новые но на том же месте где когда-то они были посажены во времена царя Алексея Михайловича и Алексей Михайлович особенно увлекался садовым искусством известны его сады не только в Коломенском но и в Измайлово сохранились их планы а в Кремле при нем был сделан необычный висячий сад на крыше одного из дворцов вот вы здесь если приглядитесь то увидите деревья которые растут на специально оборудованной крыше так называемого запасного дворца и вот в этом висячем саду царь Алексей Михайлович с семьей очень любил прогуливаться говорят что там был даже сделан небольшой прудик с лодочкой и маленький Петр которому не исполнилось еще четырех лет там осваивал азы мореходного искусства ну что касается садов то очень долгое время у нас не воспринимали их как европейские регулярные сады считая что таковые появились у нас только во времена Петра потому что сады у нас носили название огородов и это название сбивало долгое время исследователей с толку ну что такое государев огород но потом обратили внимание что европейские послы русские послы побывавшие во Франции они Версаль называли Версальским огородом так что теперь ясно что прямо напротив Кремля в 17 веке был разбит роскошный государев сад где росли на клумбах розы тюльпаны другие цветы там были оранжерейные палаты туда на лето выносились клетки с диковинными птицами канарейками и попугаями это кстати тоже одно из новшеств дошедшее до России иметь у себя заморскую птицу могли позволить себе только состоятельные люди ну и в этих садах были пруды с золотыми рыбками и фонтаны в общем все как положено было в европейских парках там стояли беседки предназначенные для отдыха в тени и когда государь гулял по этим садам ему там предлагались прохладительные напитки ну а может быть и не только прохладительные потому что одним из товаров которые тоже везли из Европы это было конечно вино его употребляла церковь потому что без него невозможно было проводить таинство причастия его в больших количествах заказывали к царскому двору и вот я думаю что вино как раз относилось к числу тех товаров относительно которых трудно было соблюдать предписание нового торгового устава потому что некоторые товары требовали особого хранения в отличие от тканей или тех же драгоценных камней а вот вино требовало хорошо оборудованных подвалов поэтому в немецкой слободе во второй половине 17 века было несколько виноторговцев которые профессионально занимались заказом вина для царского двора вот считается что отец Анны Монс фаворитки Петра был как раз одним из этих виноторговцев ну и надо значит еще сказать тоже о самых известных иноземцах которые вели торговлю в России и не только торговлю потому что они основывали здесь промышленные предприятия это были представители семьи Марселес и семьи Винюс вы видите портрет Андрея Денисовича Винюса как он стал называться в православии его компаньон Питера Марселеса Петра как его у нас называли к сожалению нет это видимо портрет его брата Селиуса Марселеса который остался руководить торговыми делами в Голландии вот собственно говоря вот семья Марселес разделилась на две части одна из которых продолжила свою деятельность в Европе а другая переместилась в российское государство и это были очень состоятельные люди вхожие ко двору как и русские торговые люди Строгановы и потом уже во времена Петра Первого Винюс значит принимал участие в строительстве различных заводов но эпоха Петра это уже следующая тема мы наши труды завершаем вот и напоследок хотелось бы привести цитату из воспоминаний одного голландца который родился и вырос в Москве в немецкой Слободе он писал что Москва огромный город в котором продукты стоят так дешево что вести хозяйство ничего не стоит можно купить все возможные товары цари здесь милосердные бояре мудры а вот когда он приехал в Голландию на родину своих предков куда его отправили завершать образование он поразился виду городов вымощенных камнем где не было ни садов ни деревьев и в общем-то решил что ему Голландия не нравится ему его поразили корабли которые стояли в порту и товары которые там разгружались но он решил что все-таки он вернется обратно в Москву которую уже считал своим домом и так он и поступил закончил обучение женился вернулся в Москву потом принял православие и снял стал одним из подвижников Петра Первого эпоха Петра положила вернее это она положила начало новой ступени нашим отношениям с Европой и это новый этап европейского влияния но что касается 16 и 17 веков хотя всего охватить князья но о самых интересных людях которые приезжали в Россию о самых интересных заимствованиях я вам постаралась рассказать я благодарю вас за внимание к сожалению нет возможности ответить на ваши вопросы поэтому если у нас есть вопросы которые поступили через соцсети то я на них отвечу Саш там есть чего-нибудь нет пока ну хорошо значит вы можете отправлять свои вопросы на наш сайт и наши коллеги которые за сайт отвечают обязательно передадут их мне я благодарю вас за внимание ну а что касается заявленной нами темы посвященной посольским дарам то я думаю что она у нас состоится в следующем году еще раз благодарю вас за внимание так ну что все все Продолжение следует...